Ну что ж, ребят, всем привет! Знаете, после поражения от датчан, многие написали и высказались в соцсетях, что это были похороны российской сборной. Нет, ребят, похороны российской сборной произошли сегодня, потому что было фактически уже утверждено, что Станислав Черчесов останется главным тренером нашей сборной, ну, вплоть до 2022 года, то есть до чемпионата мира по футболу, куда мы, по моему убеждению, просто не попадем. И вообще, знаете, эта ситуация, она попахивает абсурдом от начала до конца. То есть недавно я записал ролик, где обсуждал то, что вот это заседание технического комитета РФС, которое должно было решать судьбу Черчесова, что вот это заседание перенесли на неопределенный срок. Об этом сказали вчера вечером. И вот после этого, неожиданно, следующим же утром, это заседание технического комитета произошло. То есть это было сделано специально, чтобы отвлечь прессу, чтобы отвлечь внимание людей, граждан нашей страны, болельщиков от того, что происходит в нашем футболе, потому что они сказали на неопределенный срок. И в итоге, через несколько часов, это заседание было проведено. Ну, на самом деле, это какой-то ужас, по-другому и не скажешь. И давайте разберем, что же там было постановлено, что нам сказали, что нам объявили и так далее. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Баутбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Баутбет, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги. Они ничем не рискуют. На самом деле, тот факт, что вот это заседание технического комитета провели втихаря, здесь есть еще одна важная причина. Несколько дней назад Никита Павлович Симонян заявил о том, что 29 числа, то есть вчера, нужно было провести заседание этого технического комитета, а после этого Черчесов должен был выйти к журналистам и, так скажем, разъяснить, что же произошло, как так вышло и так далее. А вот сейчас получается, что заседание перенесли на один день, перед этим объявив, что переносят его на неопределенный срок, и в результате никакой пресс-конференции толком не произошло. И Черчесов отчитался только перед чиновниками, перед вот этим самым комитетом, ни перед болельщиками, ни перед кем. Он до сих пор не дал ни одного развернутого интервью, где бы попытался разъяснить ситуацию и так далее. И все, что мы получили, это вот такие, знаете, сведения от инсайдеров, от некоторых журналистов, которые имеют так называемый доступ к телу. То есть те, кто может поговорить с Симоняном, с остальными, вот из этих интервьюшек мы кое-что узнаем. По крупицам мы собираем информацию о том, что же произошло и как наш тренер оправдывался за это поражение. Но дать нам развернутый ответ, дать нормальную пресс-конференцию, Черчесов, видимо, не считает нужным. Так же, как и наши футбольные чиновники. Ну, а если говорить о тех крупицах информации, которые мы получаем, ну, там все предсказуемо. Вот посмотрите мои ролики, последние, посвященные Черчесову. Я, по-моему, угадал абсолютно все отмазки, которые будут на стороне Станислава Салановича. То есть, опять же, уровень соперников, дескать, соперники техничнее, сильнее нас и так далее, как футболисты, что мы были хороши в плане физики, но этого не хватило. То есть, там вот прям всеми упоминается, что Черчесов показал какие-то графики физической активности, графики того, сколько мы пробежали, и, дескать, мы никому не уступили. Только вот ведь незадача. Черчесов тренирует сборную России по футболу, а не по легкой атлетике. Если бы Черчесов подготовил наших бегунов к тому, чтобы они быстрее всех бежали, а не выиграли олимпийское золото, это без вопросов, понимаете? А вот здесь отмазки в стиле «а мы больше всех пробежали» и так далее, они просто смешны. Сборная не должна бегать, сборная должна играть в футбол. Играть в футбол можно и пешком, и при этом добиваться результата, а можно носиться и обосраться. Вот то, что мы видели на этом чемпионате Европы. При этом умиляет то, что Черчесова, ну как бы его немножко пожурили, сказали, что его работа неудовлетворительна, вот такая сдержанная оценка, но при этом отметили, что в главную, ну в степень, главная причина неудачи, это, конечно, футболисты. То есть опять вывели Черчесова из-под удара. Собственно, Черчесов и сам постоянно заявлял в адрес своих футболистов нелицеприятные вещи. То золотым активом кого-то назовет, кто будет критиковать напрямую там Гильермо и всех остальных. Ну и вот мы, пожалуйста, видим результат. Сейчас Черчесов на этом заседании, видимо, также пытался все свалить на футболистов. Там, например, была хорошая цитата, по-моему, Симоньян процитировал Черчесова, что он заявил, дескать, не было нужной самоотдачи у игроков. И вот даже Симоньяна, по-моему, здесь смутило, он сказал, так вроде как это задача тренера, что тренер в том числе отвечает за самоотдачу футболистов, за их настрой, но, видимо, игроки уже не хотят биться за Стамислава Саламвича, учитывая то, как он их костерит в интервью, что он себе позволяет в своих пресс-конференциях, когда он высказывается негативно о футболистах, в том числе и это разрушает атмосферу команды и лишает ее единства. Вспомните, как Шевченко вчера собрал весь коллектив и завел его перед овертаймом против шведов. Черчесов на это не способен. Черчесов способен только оскорблять Меренчука в своих интервью без конца, валив все на ошибки галкиперов и так далее. Мне вот интересно, Черчесов, который сам был в свое время жутко привозным галкипером, который устраивал клоунаду на вратарской позиции регулярно, вот как бы он отреагировал на то, что тренер в открытую начал бы его критиковать, собственный тренер? Не знаю, наверное бы плохо. Но Черчесов, который не получал такой критики от своих тренеров в бытность футболистам, сейчас считает, что это возможно. А потом удивляется, почему нет самоотдачи. Наверное, поэтому в том числе. Ну и опять же, настрой команды, внутренний микроклимат, все остальное, за это вроде как отвечает тренер. Черчесов даже в этом плане провалился. И это при том, что когда его назначали в 2016 году, все рассказывали. Вот этот жесткий мужик, сейчас он этих миллионеров построит. В результате Черчесов стал сам миллионером, получает сейчас пятую самую большую зарплату среди европейских наставников. Ну, что ему еще нужно? Его дали контракт до 2022 года. Я напомню, этот контракт был продлен еще до результатов евро. То есть, это вообще анекдот, как можно было продлевать контракт с тренером, не узнав, как он закончит вот этот цикл. Вот закончил он провалом. И в результате у нас не увольняют наставника, потому что у него контракт, и потому что, внимание, новый тренер не успеет войти, так скажем, в коллектив. Или, кстати, тоже, о чем я говорил, я почувствовал этот момент, что будут отмазывать Черчесова еще и потому, что новому наставнику не хватит времени, чтобы, так скажем, влиться в команду. Хотя, казалось бы, два месяца еще практически до матча с Хорватией время-то есть, если бы сразу начали искать замену. Но ее не ищут, поэтому сейчас постепенно будут объяснять это тем, что времени нет искать нового наставника, поэтому давайте доверимся Черчесову. Ребят, это какой-то ужас. Это какой-то ужас и кошмар. Если честно, поражение от датчан, провал на Евро, это само по себе ужасно. Ужасно еще и то, что оставили Черчесова. Когда некоторые из, скажем так, российских блогеров и болельщиков заявляли, что болеют против сборной России, они ведь болели не из какого-то антипатриотизма, они болели исходя из того, что провал на чемпионате Европы приведет к отставке Черчесова и к тому, что что-то может поменяться. Как мы видим, мы получили и то, и другое. И провал Черчесова, и ничего не поменялось. Это какой-то анекдот. Ну и на фоне всего этого забавно, что появляются слухи, пока что не слухи, пока что именно слухи, а не новости, о том, что на этом техническом комитете попросили ужесточить лимит на легионеров. И вот посмотрите мои видео. Я ведь там тоже говорил, что сейчас наши вот эти чиновники в высоких кабинетах, они пойдут к выводу, что нужно еще больше ужесточить лимит, еще больше насрать на чемпионат России. Таким образом, лишив конкурентоспособности наши клубы, лишив наших футболистов хоть какой-то конкуренции, сделав тепличные условия для наших игроков, которые будут получать миллионы евро, просто за то, что у них российский паспорт. У нас и так создана эта система. Сейчас они хотят ее ужесточить в этом плане. Ну и показательно, что во время технического комитета Черчесов попросил передвинуть один из туров чемпионата России перед матчем с Хорватией. Ну, это гениально. То есть в нашем футболе наши чиновники не понимают, что футбольная жизнь в стране она строится как пирамида с низов и доверху. И сборная России это вершина пирамиды, которая должна базироваться в том числе на сильном чемпионате и сильной школе. Футбольной, молодежной, тренерской и так далее. У нас же разрешается и массовый спорт, и массовый футбол. Тренерской школы уже давно нет. Теперь разрушают окончательно и чемпионаты России. На чем будет тогда базироваться сборная? Не знаю. Будут, наверное, опять выдавать огромные контракты Черчесову, а потом просто в шоке кричать, что у нас нет хороших футболистов. А почему нет? Может быть, потому что лимит убил все, что только можно. Может быть, поэтому? Не знаю. Ребят, ну это просто какой-то ужас. И, понимаете, основной вектор отмазки, он уже очевиден. Футболисты виноваты, а Черчесов не такой уж и плохой тренер. При этом всем очевидно, что многие футболисты, которые подвели нашу сборную, индивидуальные ошибки и все остальное, они оказались в сборной именно потому, что Черчесов их вызвал. Вопреки мнению большинства. Семенов, Шунин и так далее. И спрашивается, это никак не связано с наставником, то, что произошло. Все нужно сваливать на футболистов. Футболисты обкакались, без вопросов. Только вот выбрал их именно Черчесов. А то, что можно было вызвать других футболистов, и альтернативы были. Я об этом говорил несколько раз. Я разбирал каждый состав Станислава Черчесова с момента его назначения. Еще когда у меня был старый канал, заблокированный год назад, там была куча видео. После каждого оглашения состава сборной я разбирал. И каждый раз к Черчесову было множество вопросов. Поэтому сегодня мы хороним российский футбол. Увы и ах. Черчесов остается главным тренером.